Ротуйте котика! Потушите пожар! Подскажите номер! Ротовальники на Сувязи! Час безбеки! Я каждый раз думаю, ну нехай бы я была такая маленькая, коротенькая и не было здоровья. Или я разумею, что не, на полно... Не, к сожалению, всегда что-то происходит. Но, тем не менее, на этой неделе почти в два раза меньше пожаров. Так что уже хорошо, почему бы нет. За неделю с прошлой пятницы в Минске произошло 8 пожаров. На прошлой неделе было 15. И 45 прочих загораний. Один человек погиб, к сожалению. По стране за неделю произошло 149 пожаров и погибли 15 человек. Спасены 11 человек. По происшествиям в Минске за неделю. 26 марта в 4 утра в квартире на Щербакова 35 горел матрас. Неосторожное обращение с огнем при курении. Виновное лицо, как ты уже догадываешься. Хозяин квартиры, который находился в состоянии алкогольного опьянения. 4 утра именно вот мы вот дальше, кстати, будем по сводке тоже проходиться. Где-то, где-то. Вот, 1 апреля. Вчера утром и тоже в 4 утра в квартире на Гомарника 20 корпус 1. То же самое произошло. Загорание постельных принадлежностей. Неосторожное обращение с огнем при курении. В этом случае тоже не обошлось без алкоголя. То есть можно выстроить такой алгоритм, как это все происходит. Человек накануне где-то выпивает, сигарета бросается, где-то начинает тлеть. И она до 4 утра, пока не загорится, может происходить какое-то тление. Так что, к сожалению, если вы обронили сигарету, то сразу узнать, начнется пожар. Сразу пожар никогда не начнется. Он может начаться, видите, только спустя несколько часов даже. Так, продолжим. 26 марта в 15.51 в доме номер 31, корпус 3, по улице Одинцова, горелое имущество. Оконный блок в лифтовом холле на площади 4 квадратных метра. Предполагаемая причина – поджог. Что-то, да, вот. Да, кто-то хулиганит. Чуть-чуть позже вернемся к теме поджогов. 28 марта около полуночи очевидец сообщил в МЧС о пожаре в Сарае на Харьковской по прибытии к месту вызова работники МЧС констатировали открытое горение внутри индивидуального гаража, а возле входа в гараж был обнаружен обгоревший труп мужчины. Личность пока что устанавливается, и причина тоже устанавливается. Вероятно, это, опять же, неосторожное обращение с огнем, либо поджог. 28 марта ночью на улице Текотского горел легковой автомобиль Мазда 2007 года выпуска. Судя по повреждениям, лакокрасочное покрытие, пластиковые элементы, кузово, остекление. Возможно, тоже это был поджог, ну, возможно, и короткое замыкание. Пока что идет разбирательство. 28 марта утром в Московском районе на Космонавтов горел также автомобиль Fiat только уже 2001 года выпуска. Ну, в этом случае загорание произошло в моторном отсеке, так что, скорее всего, это короткое замыкание именно. А в этот же день, вечером, в 20.47, возможно, слушатели видели уже в лентах информагентств, от посетителей физкультурно-оздоровительного комплекса по проспекту Рокоссовского, 44, поступило сообщение о резком удушающем запахе в помещениях. Слышала, да? Так, так. В ходе разбирательства было установлено, что в помещении водоподготовки, расположенной в подвале, производились работы по обслуживанию дозирующей станции, и вот этот коагулянт для осветления воды был ошибочно залит в емкость с хлором. В результате произошла химическая реакция с выделением паров хлора. Из здания до прибытия подразделений были эвакуированы 82 человека. Одному из работников потребовалась даже, ну, как бы, медицинская помощь. Он, да, он был госпитализирован с отравлением парами хлора. Ну, в помещении, кстати, вот в этом, где это все произошло, норма была превышена в 35 раз. Ну, это и неудивительно. Великая личба с правдой. Да, да, да. 29 марта в 23.56 в Первомайском районе на Чарото произошло загорание кровли и элементов чердачного перекрытия деревянного дома на площади 48 квадратных метров. Пока что устанавливается причина происшествия, но, что интересно, 31 марта через два дня в 4.36 было повторное загорание в этом же доме, и я сразу вспомнил, у меня было такое тоже, когда я работал пожарным в Бресте, значит, мы заступили на сутки и поехали на вызов, который ночь до наших суток, да, тоже горел дом частный. И мы поехали, тушили, и еще смеялись с предыдущей смены, что вот вы не дотушили, да. И потом, потом ночь уже, да, опять вызов на этот же адрес, и мы, ну как так, ну мы-то уже точно дотушили. Ну там, очевидно, были поджоги, я не знаю, кто-то пытался просто сжечь свой дом, наверное, дотла. Не знаю, какая здесь причина, пока что ведется еще разбирательство. В ночь на 30 марта на Карбышево горелый легкой автомобиль Audi 86-го года выпуска. В этом случае пострадал не только этот автомобиль, также и рядом припаркованный Dodge, тоже немного... Не пошансила. Блакокрасочное, да, покрытие у него подгорело. И из-за Audi. 30 марта рано утром пожарная сигнализация предотвратила крупный пожар, возможно, крупный, в производственном здании в Октябрьском районе на Стебенево. Это было утро, и в этом помещении никого еще не было из работников. Но, тем не менее, начало гореть имущество в цеху по производству мебели. И что и обнаружила система передачи извещений ОЧС «Молния». Приехали наши работники, все ликвидировали вовремя. Причина пока что устанавливается, возможно, это короткое замкание. 30 марта в обед горело имущество в складском помещении на Фабрициуса. Все дело в том, что работники производили огневые работы и допустили попадание искр в помещении ниже лежащего этажа. Что примечательно, в этом помещении доступ был ограничен, и никто, даже очевидцы, не могли туда проникнуть и ликвидировать, и понять, что там происходит. Наши работники уже приехали, вскрыли дверь и ликвидировали горение. Ну и 1 апреля в обед на Лабанка горел неэксплуатируемый такой заброшенный легковой автомобиль, можно вот так сказать, Ford. Он полностью выгорел, поврежден еще рядом стоящий автомобиль Kia. Ну тут тоже предполагается причина поджога. Вот, ну и тебе, наверное, интересно, все-таки 1 апреля вчера было, да? Я хотела спытаться, жарты такие, ну не засимы, так? Да, шутки шутками, но тем не менее, вчера было зафиксировано 6 ложных заявлений, как бы эта цифра небольшая на самом деле, потому что ежедневно какие-то ложные происходят. Вот, допустим, позавчера было 5 ложных, 3 дня назад 3 ложных, как бы. Потому что, возможно, ну кто-то, может кто-то среди них и есть такие шутники, которые решили пошутить и вызвать пожарных, но тем не менее, я напоминаю, что есть статья, этому как бы заведуло ложное сообщение. Жертвовникам. Да, так что каждый из таких вот людей может получить штраф до 15 базовых величин за разовый звонок такой. Ну а если же это действие повторится в течение одного года, то можно схлопотать и до 30 базовых величин. Саша, ну тут, напевно, вельми важно, так бы, может, различивать, то есть некоторые кажут, а коли я вызову, так, ротовальников, и нечто там загорелось, и все, это потухло до их проезда, и что отремливается? Так само штрафусек? Нет, конечно, не нужно бояться именно ложного вот этого заявления. Если вы на самом деле видите, что где-то были такие моменты, да, когда вот, допустим, зимой особенно, да, там форточка открыта, и бывает при морозе там прям пар валит из окна. Отживание пожара. Да, да. И люди звонили, да, и в этой зимой такие были случаи, и, допустим, запах какой-то в подъезд бывает гари, люди тоже вызывают, мы приезжаем. Там, да, работники приезжают, чувствуют какой-то запах гари, находят, что это там, какая-то там газета в почтовом ящике сгорела, и все, как бы, в принципе, ничего страшного, не будет, наказания не будет, да, конечно, если это на самом деле, как бы, человек расскажет, покажет, а если потом он не выходит на связь, и работники приезжают, как бы там и лестница, у нас, как бы, в столице одно подразделение никогда не выезжает, выезжает сразу несколько лет, так что надо ценить время, конечно же. Ну, а мы так сама сучим за часом, мы разумеем, что худенько распачнется наша гульня, литерально пра с некольких хвилин, дочекайтесь. Протягивается наш час безпеки, и я обецала гульню, тому обецание треба выконывать. Дороча, нагадаю, что у нас у гостях представник Минского городского управления Министерства по надзвучайных ситуациях Александр Папко, и, Саша, расповядай задание, расповядай про подарунок. Я думаю, что многим цикаво. Так, ну, в общем, у меня целый пакет подарков. Это и брендированные полотенца, кружка, специальная такая баночка для воды, и пару ручек, чтобы вы всегда могли быть заметными, да, среди остальных, потому что там написано МЧС в Беларуси. Ты еле замороз сегодня. Да, да, можно и так сказать. И этот подарок достанется тому, кто назовет мне человека, вот опять вернемся к тему поджогов, да, человека, который был приговорен к самому такому длительному сроку за поджоги, ну, вот именно за поджоги. У нас есть, конечно, в современной истории, вот, допустим, в ноябре 19-го жителя Подмосковья приговорили на пожизненный срок за поджог, но там, дело в том, что в этой квартире он знал, что есть люди, и там было 7 человек, из 7-ых жило только четверо, из них трое дети, вот, и поэтому он получил такой большой срок. У нас месяц назад тоже там за поджог чужой двери мужчина получил 7 лет колонии особого режима, ну, а вот этот человек, он прям тоже, можно сказать, очень длинный такой срок, но он его отсидел, вышел, и еще успел пожить какое-то время. Так что, не знаю, гуглите и узнавайте, что это, кто это за человек, желательно назвать его имя. Давай тогда еще раз, так вот, докладное пытание, як зовут человека? Да, как зовут этого человека? Ну, если найдете, можете написать еще, на какой срок он был приговорен, и сколько он отсидел. И он, шмат было, подпал, чего было, давай вот так больше. Да, да, там была серия поджогов домов своих недоброжелателей, поэтому он, он, как бы, их всех поджигал, всех, кто ему не нравился, его недругов, его словили. Краину подкажем? Ну, давай, это была Франция. Франция. Высь, туды глядзеть в той бок и отгадывать имя человека, таму мы чекаем, нагадая, знаходьте саполку ВКонтакте, знаходьте раздел поведомлений, засылайте туды отказы, а поколь мы чекаем, протягнем размову. Саша, я, так вот, думаю, что вельми-вельми актуально, цапер пытание подпало травы, так, вось, растлинности, расповядзи, накольки, саправды, уже можно хваляваться на гэтую тему, что называется, и у вогули можно гэтарабить нельга? Ну, конечно же, с точки зрения биологии, тут двояка, как бы, многие утверждают, что это очень действенный способ, чтобы там на даче, оп, спалил травку, и вот этот уголь, как удобрение, но на самом деле, вроде все бьют тревогу, что нельзя этого делать, потому что биосфера, вот эта вот экосистема, она сжигается, это, к тому же, если это где-то поля какие-то, это и какие-то мелкие животные, насекомые и тому подобное, ну и к тому же, как бы такое загрязнение окружающей среды, можно сказать, каждый пожар это загрязнение, да, и тут как бы речь не только о выжигании именно травы, сколько вообще, вообще, в принципе, вот сейчас весна, и все идут куда-то на шашлыки, едут на дачи, начинают там собирать вот эту листву, которую не успели собрать осенью, там снег выпал, и, в принципе, да, можно выжигать, если делать это аккуратненькие костры, да, это можно, ну а если речь идет именно о выжигании растительности, трав на корню, а также растерни там, на полях, вот, ну, допустим, видела, наверное, хоть раз, когда прям все поле горит, да, это на самом деле карается законом, есть статья, кодекса об административных правонарушениях 1640, и можно получить штраф до 30 базовых за это, если вы решили разжечь костры в запрещенных местах, это тоже карается законом, штраф в размере до 12 базовых величин, но нужно заметить, что именно на придомовой территории, земельных участков, такого коллективного садоводства, товарищества, да, вот, дачников, допустим, тоже не допускается выжигание сухой растительности, да, вот, если там некоторые, я у себя на даче, можно я там сожгу, но так некоторые ощущают, что это их... Так тоже, так нельзя, да, нужно именно сформировать костер, и, конечно же, это все сжечь, и еще, кстати, вот, что нужно делать, как бы, как правильно разводить костер, да, ну, во-первых, у нас раньше были определенные расстояния, там, 8 метров от дома, сейчас, у нас чуть-чуть было изменение, и на усмотрение, на ваше, то есть, если вы считаете, что это безопасное расстояние, если искра не будет куда-то лететь, там, на дом, или на какие-то, не знаю, складирование, там, у вас пилы материалов, или еще чего-то, под кронами деревьями тоже нельзя, а так, в принципе, если у вас там рядом еще есть бутылка с водой, желательно, ну, конечно, разжигайте, но, тут надо тоже еще, ну, ряд, как бы, соблюсти требований, во-первых, что делать дальше, да, вот, после окончания процесса горения, да, обязательно все эти горящие остатки должны потушены быть до полного прекращения тления, если у вас какие-то там торфяные грунты, да, если у вас торфяник там рядом где-то возле дачи, или у вас такая прям торфянистая почва, то тоже вам запрещено просто там разжигать костры, ну, и использование для розжига костров различных легко воспламеняющихся горючих жидкостей, ну, за исключением жидкостей, конечно, специальных предназначенных для розжига тоже нельзя, и еще, кстати, часто спрашивают, а можно ли на балконе, вот я поставлю мангал, раз такие дела, если нигде нельзя, да, я на балконе, я хочу расстроить всех, не допускается разведение костров и различных специальных приспособлений для приготовления пищи и на балконах, и на лоджиях, на террасах, на кровлях, ну, если только это предусмотрено проектной документацией, допустим, если это какое-то заведение общественное, да, там, питейное, обслуживающее, да, если там специальная площадка есть, огорожена, там все предусмотрено, предусмотрено, тогда в этом случае можно, а так, до дому соседей, да, да, лучше не экспериментируйте, потому что это тоже, как бы, нарушение правил пожарной безопасности. Я нагадываю, что наша хуйня протягивается, праздник, кихвилина будем подводить вынники, так что, ясчо, ясчо, ясча, дослать отказ, той, кто першим, правильно откажет, отрымая подарунок, админско-городского управления, министерства, по на завучайных ситуациях, весть там набор подарунок, кружки, кружка, ручки, бутылька, ясчо, ясчо, так? Все полезно, все очень классно, и все с логотипчиками. Так что, ясчо, час есть, калиласка. Стоп, гульня, мы кажем вам, час безпеки. Саш, давай, одразу так, худенько, нагадай нам задание, и нарычте отказ, потому что, есть неконки таких, подобных вариантов, там, не меньше, правильный, только один, и першит, только один, наш, так, переможца, расповядай. Так, речь шла о поджогах, и, исторический такой факт, насколько он, как бы, правда, неправда, но он есть, и он, на самом деле, вроде как был, все засвидетельствовали, потому что, очень много, большой шум был, когда вот, вот этот, Жан-Батист Мурон, был приговорен, к 100 годам, каторги, на то время, да, ну, как бы, такое было тюремное заключение, заменено на каторгу, и он все это время, греб, короче, веслом, вот, все это время, и на его глазах он говорил, что, вот там многие умирали, вот, прямо со мной рядом, но я там всех пережил, и когда ему даже 100 лет исполнилось, там, в общем, какая-то очень большая такая шумиха была в СМИ, и приняли решение амнистировать, сократить ему срок, выпустить, на что он сказал, нет, не хочу, я буду сидеть свои 100 лет и один день, в общем, и через 100 лет и один день, в возрасте 116 лет, он вышел на свободу, и еще благополучно прожил 6 лет, вот такой вот был факт, так что, есть там правильный ответ, я вроде подсмотрел. Так, правильно подглядил, есть у нас некольких правильных отказов, а не перший, самой першей была Виктория, и вы, Виктория, отремливаете подарунок, МНС, ну и так само правильно отказал Сергей, и абонент, опошняя лишь бы 9-6-0, дякую вам за цедонную гульню, вы, конечно же, все три наши переможцы, а не подарунок, отремливаете только Виктория, потому что она была первой, дякую вам, Виктория, за удел, хватит, раз поведем, як забрать эти подарунок, всем остальным, так само велик, дякую за удел у гульни, ну, а я гляжу на столичную годинку, разумею, что треба развитываться. К сожалению, но нужно. Так, ну, до наступной пятницы развитываемся, дякую тебе, Саш, за то, что расповел, я думаю, что корыстная информация будет для каждого из нас, я нагадаю, что у нашей студии был представник Минска городского управления, Министерства по надзвучайных ситуациях, Александр Папко, так само образовала Март Худалеев, всем по поле.